Уважаемые коллеги, очень рад приветствовать Дмитрия Орешкина, нашего гостя в Новосибирске, очень известного политолога, социального философа я бы назвал, и человека, который интересен в том числе тем, что его высказывания, высуждения лишены какой-то активной, безосновной прогностики, человек, который очень взвешенно рассматривает вещи, происходящие в нашем мире. И поскольку мы с ним коротко, кратко вернее знакомы уже года четыре, как и была у нас такая намеченная тема, политическая смерть как феномен. Давайте вот об этом немного поговорим сегодня. Политическая смерть, вот у меня первая ассоциация с известным сериалом «Игра престолов» и слоганом одного из народов, то что мертво умереть не может. Вот гражданское сознание людей в России сейчас, гражданская активность, участие в политической и социальной жизни находится в принципе на уровне вот то, что мертво умереть не может. Ну, к примеру, в Новосибирске явка на выборы мэра составила 18 или 20 процентов, при том, что довольно много людей проявляют, высказывают неудовольствие, а тем, другим, третьим хотели бы перемен. Как вы полагаете, есть ли, ну, во-первых, вопрос, каким образом можно пробудить, можно ли пробудить вот это мертвое спящее гражданское сознание? Или, вытекающий из этого вопрос, пробудить его вряд ли получится, ну, опыт показывает, что, ну, как-то оно не пробуждается особенно. Может быть, делать ставку на активное меньшинство, на тех пассионариев, которые действительно занимают, уже занимают активную гражданскую позицию. И вот, если люди хотят каких-то перемен в стране, то делать акцент именно на этом вот меньшинстве, а они на старом. Роман, слишком много вопросов сразу, потому что, по одному, давайте, по мере поступления несчастий, мы попытаемся разбираться. Во-первых, когда вы говорите про политическую смерть, у меня сразу возникает две ассоциации. Политическая смерть персонажа и политическая смерть системы. Например, в Советский Союз политический умер. Ментально он еще живет. Многие люди говорят, что вот как хорошо тогда было. Но де-факто эта структура распалась, то есть состоялся как бы факт смерти одной политической структуры. Живет Россия, которая правоприемницей остается. Может ли состояться акт политической смерти России? Я боюсь, что да. И это тоже может быть. Но потом вы сузили задачу и перевели гражданскому обществу. Мертво может умереть. Я думаю, что оно скорее не мертво, а еще не родилось. Вот честно сказать. Оно в зародыше или может даже еще в проекте. Потому что для того, чтобы было гражданское общество должны быть граждане. Граждане это очень интересное явление. Если мы поглубже к окню, мы выясним, что по-английски гражданин это citizen. А citizen происходит от слова city. А в германских языках, в голландском, немецком, город это льбург, бург. Значит, это житель города, телегражданин, буржуа. Это буржуа. В нашей стране буржуа в течение минимум трех поколений уничтожались. Буржуа у нас понимается как капиталист. Как классовый признак. Да. А на самом деле это в первичном смысле слова. Это горожанин. Как и у нас тоже. Гражданин-горожанин. Селянин был бесправен. Селянин был там более или менее крепостным. А вот гражданин воздух города делает свободным. И гражданин это человек, обладающий собственностью. А собственность есть материальное воплощение личности. Если ты не уважаешь личность, ты не уважаешь ее собственность. Если ты изымаешь у личности собственность, это значит, ты унижаешь личность и лишаешь ее прав. Поэтому, когда мы толкуем про правовое государство, про защиту прав, совет по правам человека, мы немножко, с моей точки зрения, опережаем действительность. Потому что права появляются там, где у человека есть четкое, в течение нескольких поколений, сформулированное ощущение собственности. Вот я буржуа, у меня есть хорошо, если личный дом, а еще лучше, если у меня есть личный бизнес. И я очень хорошо понимаю, что права для меня не пустой звук, а сколько налогов с меня дерут, могу я здесь строить свою фабрику или не могу, позволяют, не позволяют. И поэтому западная ментальность, где буржуазию не истребляли, для нее слово права не пустой звук. Это жизненно необходимое явление, понимаете? У нас этого еще не родилось. У нас появились олигархи, но их права и их собственность связаны с тем, как они умеют договариваться с властными людьми. То есть олигарх как раз это такое явление, когда у человека есть и собственность, и политический ресурс. Он открывает ногами дверь в Кремле. Если он теряет возможность открывать дверь ногами в Кремле, он перестает быть олигархом. Он становится просто магнатом, золотым денежным мешком и так далее. И его может любой генерал прищучить и отобрать собственность, как мы видим на практике. Так что у нас пока еще не сформировался институт горожанина. Горожане-то есть, но они живут в казенных квартирах. Они же работают на казенном предприятии, они так называемые бюджетники. А вот такой немецко-французко-британском стиле, горожанин, буржуа, ситизен, это у них там формировалось столетиями. А у нас на это времени нет. Поэтому мы торопимся с вами, говорим, вот гражданские права, а большинство населения смотрит на нас вот так вот. Ребят, вы о чем? Вот у меня есть проблема у нормального человека, отдать дочку в детский сад, заработать лишние 10 тысяч рублей в месяц. Вот это люди понимают. А когда там права, права, да ладно. И они достают Александра Сергеевича Пушкина и цитируют его, это стихотворение про права, которое я сейчас по памяти пересказать не могу. Очень русский взгляд. Мы пропустили цикл, очень важный цикл в экономическом, социальном, духовном, каком угодно развитии. Когда урбанизация сопровождается ростом прав личности, интересов личности. Дмитрий, тогда... И по часу секунды я договорю, а потом... И то, что у нас эти права неосознанные, не наполнены материальным смыслом. Именно поэтому люди своими правами не очень охотно и пользуются. Да говорю, я не огнем эти выборы. Да какая мне разница, какой там начальник. Так вот думает нормальный человек. А если бы у него была маленькая фабрика, свечной заводик в Самаре, он бы думал, что придет новая власть, какие она введет ограничения для моего свечного бизнеса. Понимаете? Или там человеку, у которого автомобиль даже. Он тоже думает, а эта власть не повысит акцизы на бензин, а эта власть не ограничит меня с правом на стоянку. Он начинает понемножку по-другому воспринимать реальность. Но мы... Это же... Это требует одного, двух, может быть, трех поколений. Все, я в этом смысле завершил свое выступление, а теперь готов ваши вопросы принять. Да, у меня сразу же несколько больших сомнений по поводу того, как все это вы простроили, насколько это будет работать. Но смотрите, если мы привязываем гражданское мышление, гражданскую волю к собственности и к заботам об этой собственности, тогда чем отличается гражданское существо от существа животного, от биологического, которое также озабочено не более чем форматом своих вот этих потребностей размножения, выживания, пропитания и так далее. Это первый момент. Второй момент, второе сомнение. Мы находимся в ту эпоху, когда собственность является так же, как и все в нашем мобильном мире, тоже очень мобильной, очень переменчивой. Человек неоднократно меняет формы своей собственности, предпочитает зачастую брать что-то в прокат, в кредит, чем загружать себя проблемами владения. В этом плане мы отошли уже от 19 века, тем более от прошлых веков, когда собственность это священно. Мне кажется, что для большинства развитых цивилизованных сити, городов, собственность как раз это не священно, это очень разменная монета, своего рода такая криптовалюта. И в этом плане делать ставку на сознание собственника, мне кажется, это обращаться к веку 19, но не к 21. Ну вот давайте пока вот эти два вопроса. Да, очень интересно, кстати говоря, спасибо, потому что действительно в ваших словах есть много правды. Но эффект каршеринга, в Москве уже молодежь практически не хочет покупать себе машину, зачем у него есть возможность ездить на этом общем социалистическом автомобиле. Это как бы идеалы вот 19 века как раз социализма, когда любой человек подошел, сел на автомобиль и поехал, условно говоря, да. Но совершенно другая ситуация, потому что организует это дело частный бизнес, как ни говорите. И пользуются этим люди абсолютно с полным созревшим сознанием своих прав. Они знают, что можно сесть, что можно ехать на этой машине, что можно ее оставить там-то и там-то. Они соблюдают эти правила и соблюдают свои права. Не потому что они собственники этой машины, а потому что у них сознание собственника. И они пользуются временным, у них сознание временного собственника этого автомобиля. Они за него несут ответственность. Собственность это ведь не только материальное явление, это еще осознание прежде всего. Это не только права, но это и обязанности. Вот именно поэтому, так сказать, западная капиталистическая, буржуазная, как у нас говорили в советские времена, культура, она более ответственна. Когда у тебя нет собственности, ты перекати поле. Когда у тебя нет чувства этой собственности, ты кочевник. Тебя партия бросила сегодня туда, завтра сюда. И вся страна жала в общагах, в тюрьмах, в бараках, в общежитиях, в каких-то там военных городках. Куда родина посадила, там живешь. Корни опустить не можешь. Привязаться к территории, ее облагородить, улучшить ландшафт ты не можешь, потому что это все казенное. Поэтому у нас пространство такое запущенное. Сразу позволите вставку? Да, ну давайте вставку. К тому, что вы сейчас сказали, собственность, да, все-таки вы акцентируете внимание на собственности. Идея собственности, не обязательно даже быть вот этим самым буржуазным, скрестив ножки, ножки сидеть. А не кажется ли вам, что собственник это самый манипулируемый субъект, который только можно представить? Это существо, которое будет дрожать, бояться за то, чтобы не лишили его этой, пусть даже небольшой собственности, или чтобы не подняли налог на нее. И он будет абсолютным компромиссен, он будет совершенно лоялен к той власти, которая будет его... Именно поэтому буржуазные государства и благополучно сохранились. Идея бескомпромиссной классовой борьбы им глубоко чужда. Они пытаются договориться с властью, работодатель пытается договориться с работником. И он пытается найти вот этот баланс интересов. Это скучная, мещанская, буржуазная среда, которую революционеры от всей души презирали. Значит, теперь к вашему вопросу о животных. Вот мне кажется, совершенно противоположная вещь, потому что как раз животным не свойственно понимание ни собственности, ни права. Тем более, кто сильнее, пришел более сильный барсук и выгнал из норы более слабого барсука. И слабому барсуку некуда идти, говорит, что его права попраны на его нору, на его собственность. Понимаете? Общество, человеческое общество, за тысячелетия своего развития создавало вот эту правовую систему, которую решительные, благородные, романтически настроенные революционеры рассматривают как метод угнетения. Вот для них законы буржуазного мира – это форма угнетения трудящихся. А на самом деле законы буржуазного мира – это форма защиты интересов более слабых. Потому что если этих законов нет, придет человек, который на 20 килограмм тебя тяжелее, в чисто весовой категории, даст тебе дубины по голове, крутой. И отберет твои 6 соток и жаловаться некому. Но они тоже не самые происходят в мире рынка, в мире собственности, да, когда появляется большой мегамаркет рядом с двумя-тремя маленькими. И все. История заканчивается. Маленькие магазинчики, они выгоняют не дубинами, они выгоняют его экономической эксплуатацией или экономической конкуренцией и так далее. То есть они действуют в рамках права. Это часто выглядит несправедливо, потому что у человека маленький магазинчик, его любят, у него там есть кальентура постоянно. Тут приезжает мегамаркет и начинает продавать ту же самую продукцию в полтора раза дешевле. Все. И это на самом деле катастрофа для мелкого собственника. И это на самом деле одновременно то, что называется модернизация. Потому что вот у нас же в стране очень любят говорить про модернизацию, прогрессивные слова всякие. И в советские времена говорили про модернизацию, но никогда ее не делали. Потому что модернизация это мучительный, очень опасный, во многих случаях разрушительный процесс. Потому что вы, например, модернизируете бизнес. Это значит, вы должны принять на себя риски кредитные, взять денег где-то, купить технологию. Вы должны взять на себя риски прощупывания рынков сбыта. Вы должны взять на себя неприятности по увольнению своих хороших и добрых симпатичных работников, потому что их заменяют роботы. Это же все, ты получаешь огромное количество стрессов, если ты организуешь этот бизнес. Дмитрий, я тогда... Сейчас договорюсь. Ладно. Значит, и нахрена это тебе делать, если у тебя в спину не дышит конкурент? Вот, ключевой вопрос, Дмитрий. А зачем это все делать? Зачем человеку расчеловечивать себя во имя чего? Во имя бабла, во имя новых каких-то перспектив, опять же, того же бабла? Мне кажется, это сильное упрощение, хотя очень важный вопрос. Дело ведь не в бабле. Дело в том, что люди борются за лидерство. Вот, уверяю вас, что Стив Джобс боролся с автором Майкрософта не потому, что у одного 10 миллиардов, а у другого 12, а потому, что они борются за лидерство. И это свойственно натуре человеческой. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Но просто есть два разных способа борьбы и выход за лидерство. Или ты борешься в рамках правовых, и тогда ты меряешься, как самцы меряются, условно говоря, количеством миллиардов. Или ты борешься в рамках силового противостояния, и тогда ты меряешься у кого сколько штыков, как говорил господин Золотов. А за мной 300 тысяч штыков, он объяснял по телевизору, когда вызывал Навального. Так вот, есть западная культура, есть западная система приоритетов, которая далеко не идеальна. Вы правы, потому что не все меряется деньгами, и собственность не меряется деньгами. Но там конфликты, споры, выяснение у кого чего длиннее решаются в определенном пространстве, которое называется правовое. И нам это пространство нравится. И есть другая мера, советская и постсоветская, где меряются крутые пацаны, у кого тяжелее дубина, кто круче, кто на кого наехал и нагнул. Они вот так вот в этих терминах с собой. Ну, Дмитрий, по сути-то вы говорите об одном и том же глобальном матче по измерению условно-политических амбициозных членов у этих парней. Только у одних они правовые, у других силовые. Вот и все. Ну, правильно. Это мы с вами уже в сферу философии вошли. Сделать картинку, когда все братья, люди-братья, обнявшись, идут к светлому восходящему солнцу, можно на бумаге. А в реальности все равно кто-то будет кого-то оттеснять, конкурировать, делить девушек между собой. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я просто это вижу. Я понимаю, что есть просто разные механизмы реализации вот этих гонки амбиций. Вы, например, хотите быть выдающимся журналистом. Это значит, что вы вступаете в конкуренцию с другим человеком, который тоже хочет быть выдающимся журналистом. И есть два варианта. Или пойти в подъезде ему монтировкой голову пробить, или представить продукт более высокого качества. Вы же не из-за бабки работаете, да? Но из-за бабки тоже. В некотором смысле вы же зарабатываете, правда? И я тоже зарабатываю. Но мы с вами реализуемся не только в деньгах. И поэтому, когда я говорю про собственность, ведь есть еще такое понятие, как интеллектуальная собственность. Как собственность на доброе имя. В конце концов, реноме или престиж человек. Это тоже форма права и форма собственности. И это надо ценить. Но растет это все корни. В самой примитивной, буржуазной собственности 19 века. А сейчас, конечно, мы в другом пространстве с вами живем. И мы же с вами не сидим и не выясняем, кто больше зарабатывает. Правда? Мы о другом. Я хочу сказать, что пока собственность – это материальное воплощение личности. Не больше, но и не меньше. Можно ее презирать. Пожалуйста, имейте право полное. И когда вы будете левым революционером или хиппи, или еще чего-то. Но жизнь, в конце концов, приходит к тому, что тебе надо лечиться, даже если ты хиппи и тебе 70 лет. И для этого надо идти в больницу. А там надо иметь хорошее оборудование. Оборудование стоит денег и так далее и тому подобное. И тут ты выясняешь, что западное оборудование лучше восточного. Ну, жизнь в итоге приводит к тому, что всю собственность мы оставляем по эту сторону берега. Конечно. А традиции уважения, ответственность, ответственное отношение к своему бизнесу, к своей, может быть, скажем так, совести. Это же тоже связано с этим. Оно не на пустом месте. И поэтому, я как географ смотрел, когда объединились две Германии, восточная и западная. Восточная Германия, где проповедовались светлые ценности социализма, равенство, братство и все остальное прочее. Эти территории до сих пор отличаются девиантным поведением. То есть, больше алкоголизма, больше наркомании. На выборах там больше голосуют за профашистские партии. Это вы знаете, да? Там ниже доходы населения, там ниже уровень образования. Социологи там фиксируют ниже уровень мотивации к труду. Западные немцы, они более, может быть, скучные, менее романтичные. Но они зато в большей степени работяги. Это вот Германия, там та же самая, Мюнхен, Бавария. Вот эти вот типично западные территории. БМВ, эти автомобили. А восточные больше быстро поговорить об обиженном и несправедливом. А вот хороших автомобилей они там почему-то не делают. Может быть, это обидно. Понимаете, понимать. И мне, как русскому человеку, это, в общем-то, тоже обидно. Потому что, чем мы-то хуже. С другой стороны, как писал великий немец Фредрих Ницше, что я бы все отдал за умение на русский манер быть печальным. У каждого народа свои преимущества. У русского была замечательная культура. И, кстати говоря, это было как раз в условиях капиталистического развития России. В советские времена... Я думаю, она шла каким-то альтернативным от капитализма путем. Конечно. Конечно, Лев Николаевич Толстой или Александр Сергеевич... Хотя, Александр Сергеевич Пушкин все время говорил, что он пишет за бабки. Значит, как бы он себя сравнивал с сапожником. Я сделал продукт, значит, староста меня обманул, не позволил мне продать свои сапоги за какую-то сумму. Это он говорил про поэму «Кажется Руслана Людмилы», который какой-то издатель издал пиратским образом. Я иду и скандалю, потому что у меня украли мои деньги, говорил Александр Сергеевич Пушкин. Это в некотором смысле добровадо. Но, конечно, ни Толстой, который был крупным землевладельцем, ни Достоевский, ни Пушкин не писали только ради денег. Но деньги какую-то роль там играли. А вот потом началась социалистическая эпоха всеобщего равенства и счастья. И русская литература пошла под горку. Она не сразу умерла. Она умерла в течение двух поколений, когда сначала Бунин, Набоков, Мережковский уехали на Запад. Потом у нас здесь Булгаков с большим трудом все-таки что-то написал и умер в 40 с чем-то лет. Потом погубили Платонова, потом выгнали Бродского. Но в результате огромный, бьющий, могучий энергией источник русской культуры, опять же опирающийся на институты гражданского, в случае Пушкина, дворянского самоуважения. В некотором смысле он же тоже не стеснялся говорить о том, что за моей спиной 600 лет российского дворянства. Он понимал ответственность, которую на него это накладывает. И вот эта дворянская культура, она исчезла, пришла на ее место. Да такая конкуренция. 600 лет дворянства, 300 тысяч штыков Росгвардии. Кто сильнее? Дмитрий, возвращаясь к теме политической смерти. Вот такой интересный родился вопрос к вам. Вы заговорили о литературе. Я недавно размышлял на этот счет. Всегда, в общем-то, ну или почти всегда, начиная века с 19-го, русская литература, она опережала все события. Все, что потом происходило в истории, в философской, политической, политологической мысли. Сначала проговаривалось персонажами Чехова, Тургенева, Пушкина, Толстого и так далее. Это продолжилось в 90-е годы 20-го века. Пелевин, Сорокин, ну вот Пелевин как великий пророк, да, того. А вот последние лет 10-15 литература как будто сжалась и куда-то исчезла, как будто умерла, возвращаясь к теме смерти. Согнаться. Вот ваше ощущение от того, почему мы сейчас не замечаем каких-то потрясающих там, ну, воображения каких-то вот прогностических романов? Ну, вы знаете, мне кажется, что есть чисто глобальная составляющая. Романы стали таким невыдающимся событием, как это было в 19-м, в начале 20-го века, когда все читают там «Отцы и дети» или все читают «Анну Каренину», и это потрясает. Сейчас романов слишком много, поэтому это такой поток, там есть что-то поярче, что-то послабее, но это не то, что сотрясает. Это, ну, просто информационное поле, это первое. А второе, вообще, мы ведь сейчас гораздо чаще переживаем потрясение не от романов, то, что написано в так называемой альфа-абетической культуре, это и буквами. Сколько от визуальных, да, значит, вот кино, да, вот все говорят, такое-то кино, вот оно крутое. Так что литература, она не то чтобы умерла, она проиграла конкурентную борьбу в визуальном искусстве, мультикам, сериалам. Но практически вы говорите все-таки о смерти ее в качестве... Не смерти, отступления. Не совсем смерти, конечно, а смерть в плане того, что она уже не задает... Она не владычица духа. Она не дирижирует. Да, конечно, конечно. А я не совсем хорошо понимаю, что сейчас с нами дирижирует. Слишком комплексный, слишком сложный информационный мир. Романы почему в XIX веке были хороши? Потому что ничего другого вообще не было. Ну, театр это все-таки для столицы. А человек, живущий в провинции, он читает только тексты. До него доходили только журналы, там, пушкинские, еще очень... Других форм коммуникации не было. Ни телевидения, ни радио, то есть ни визуальной, ни аудиоинформации ты не получал, а только через текст. И поэтому текст тогда был гиперзначим. Сейчас он тоже значим, но он не умер ни в коей мере. Но это ровно то, что наблюдается во всем белом свете. Когда появляется, скажем, фотография, все говорят, что умрет живопись. Она не умерла, она немножко просто заняла другое место. Когда появляется кино, все говорят, что теперь умрет театр. Нет, театр остается, но он занимает немножко другое место. А кино выходит в лидеры. То же самое с литературой. Она не умрет. И просто она отходит от какой-то... Ее роль немножко сжимается. Я думаю, это нельзя назвать смертью. Скажем так, я бы назвал, тем не менее, угасанием, умиранием неких очень важных функций в человеке, который мог воспринимать тот же самый роман. Потому что вы же, согласитесь, я думаю, что чтение, длительное вдумчивое чтение требует и времени, и требует гораздо более полноценной рефлексии, чем просмотр короткого на полтора часа фильма. Понимаете, это то, что называется оценочные суждения. Они сильно заданы нашими неосознанными или осознанными традициями мышления. Мне тоже жалко, что русская литература как бы потеряла позиции. Но, глядя на реальность, я понимаю, что, во-первых, не только русская. В общем, тоже нет такой вот литературы мировой, американской, английской, которая доминировала бы. Да, есть замечательные писатели среди американских, мексиканских, еще каких-то испаноязычных, французских, английских сочинителей. Но они не демиурги, они не властители дум, как говорили в свое время про Толстого. Просто потому, что общество изменилось. И когда вы говорите, что да, мы утратили уважение к тексту, я бы просто это в других терминах обозначил. Мы не то, чтобы утратили уважение к тексту. Мы получили массу других источников информации, и среди них текст перестает быть главенствующим. И это тоже в некотором смысле модернизация. А ведь модернизация – это не только приобретение, это очень большие потери. Я уже об этом говорил. Поэтому в Советском Союзе модернизации и не могло быть, потому что зачем мне эти потери? Я лучше буду членом Союза писателей писать там эти самые книжки, которые мало кто будет читать, но хорошо создаю себе личную жизнь какую-то. Были 3,5 тысячи членов, если не больше, Союза писателей. И кто из них остался как писатель на самом деле? Там полтора-два десятка. В Советском Союзе я бы скорее говорил, конечно, о модернизации, только о такой бюрократической партийной модернизации. Ведь эти пятилетние планы и вот эти вот… А это были разговоры о модернизации. Союза модернизации не было. Вот модернизация, прошу прощения, в моем представлении, произошла в лихие 90-е, когда ценой этой модернизации стал распад старой структуры. Но только за счет того, что мы открылись в мировом рынке, только за счет того, что у нас появилась конвертированная валюта, только за счет того, что у нас появилась рыночная экономика, были решены проблемы, скажем, автомобилизации. Нет, в советские времена машину купить могли, я, наверное, не мог точно, и, наверное, и вы не могли. Мобильная связь и вообще телефонная связь. Моя семья 10 лет стояла в очереди на получение телефона. Открылись эти шлюзы, и через 5 лет это мобильный телефон у каждого. Это вообще не проблема. Прорыв в интернете. В Советском Союзе это было немыслимо, потому что любой ксерокс стоял на учете в КГБ, лишь бы там что-нибудь не напечатали. А теперь ты выходишь в интернет, ты можешь писать сколько угодно призваний, прозваний или еще чего-то. И персональный компьютер был немыслим. Компьютеризация. И все это новый прорыв в строительных технологиях, как быстро строить, потому что, опять же, рынок заинтересован. В советские времена строили долго, солдатики там кирпичики эти укладывали, подневольные, потому что сейчас это выгодно. Другое дело, что это дорого, что это обидно, не каждый купит и прочее. Но вот модернизация состоялась. Просто об этом нам никто не говорит. Нам говорят про лихие 90-е и про распад Союза. Да, мы потеряли страну. Зато мы получили модернизацию. Что лучше, это вам решать. Я здесь, я просто пытаюсь взвесить одно с другим. Модернизация любого крупного предприятия, это для него катастрофа. Это хороших, умных, квалифицированных мужиков приходится выгонять на улицу или искать им какие-то другие места трудоприложения. Ну, в общем, да, опять же мы возвращаемся к вопросу, а зачем? Хорошо. А вот зачем, это я не знаю. Это Господь Бог так построил. Мне так кажется. Но мне кажется, что все-таки все строит человек. И в завершение, вот возвращаясь к теме политической смерти, еще такой, он не короткий вопрос, но постараемся коротко его как-то охватить с вами. Вот скажите, как по-вашему, не переходя на какие-то персоны, это было бы некорректно, да, но тем не менее, в каком случае, при каких условиях наступает какая-то вот политическая смерть, политическая точка невозврата? Какой-либо партии, либо какого-то человека, который претендовал на активную политическую позицию? Когда про него забывают. Это то же самое, что с писателем. Как многие писатели говорили, что поэт или писатель жив, когда его с ненавистью и с яростью отрицают. Когда про него забывают, он умер. Вот, собственно говоря, то же самое и с политическими. То есть, негативный рейтинг – это нормальная форма жизни? Пока вы ругаете Чубайса или Жириновского, они живы. Когда вы забываете про… Ну, мы говорили про фамилии, не вспоминать. Ну, про некоторых лидеров, некоторых политических партий. Они просто перестают существовать. Они выпадают из ментального пространства. Ну, что это? Это просто какие-то там цветочки в поле, лютики, цветочки. Это политическая смерть. Ну, и что тут скажешь? Мне больше сказать-то нечего. Забыт, прощен или не прощен, значит, не существует. Если на этом персонаже оттаптываются… Дутальд Шталин, например. Я про него книжку написал. Не про него, а про его восприятие. Он жив. Он жив. И живее многих живых. А Владимир Ильич помер. Потому что его сейчас никому… Ну, что там? Я думаю, что это не заслуга Сталина, это заслуга тех, кто Сталина сейчас приподнимает, обсуждает и прочее. А Ленина перестали приподнимать. Да, хотя парадоксально, что в Советском Союзе было ровно наоборот. Ленин был жив, а Сталин где-то там… Это как раз тема для обсуждения. Насколько мы сильно зависим от того, меню, которое нам предлагают. В советские времена было меню антисталинское. Ленин, и пошла борьба за возрождение ленинских норм партийной жизни и так далее. Сейчас про Ленина забыли, а понемножку возобновляется такое преклонение перед Сталином. Ленин – это все-таки революция, а Сталин – это империя. Да, безусловно. Но без Ленина не было бы Сталина. И при этом я должен сказать, что вопреки тому, чему учили людей моего поколения, про дедушку Ленина, про встречу с ходоками и так проще, я бы сказал, что он был пострашнее, даже чем товарищ Сталин. Угробил народу, во всяком случае, нет, поменьше, конечно, потому что не было Великой Отечественной войны, но побеспощадней. То есть вот голод начала 19, 20, 21 года, он был вполне сопоставим с голодом, который называется Голодоморем, сталинским голодом. В общем, эти два персонажа были, что очень важно, они предельно мифологизированы. А там, где миф, там манипуляция. Одно время нам втюхивали образ и миф Владимира Ильича, доброго, который не может стрелять в лисичку, который, значит, детишек там размещают вместе с Феликсом Эдмундовичем по барским усадьбам, я имею в виду, беспризорных детишек, который пьет чай с ходоками, и вообще такой, Ильич, Ильич, Ильич. На самом деле, это был чудовищный человек, как я имел возможность убедиться. А потом он в эту картинку миф меняют, и представляет нам Тальше Сталина, который, да, суров, но справедлив, который вел страну через и так далее. Да, он создал империю, а что потом с этой империей произошло, вы не заметили? Крупнейшая геополитическая катастрофа, и она распалась. Потому что, а что, захватить территорию, это одно дело, а развивать территорию, совсем другое. Что стало с территориями, которые Тальше Сталин откусил от Финляндии? Что стало с Финляндии, мы знаем. Там Нокия, там телефоны и резиновые сапоги, там образцовое содержание природной среды, там замечательная инфраструктурная транспортная сеть и так далее. Северная, суровая страна без природных ресурсов. Что стало с той частью Финляндии, которой присоединил Тальше Сталин? Она опустилась до уровня среднеубитой российской провинции. Ну, называемые вещи своими именами. Что стало с Сахалином, с Хоккайдо, который Тальше Сталин хотел оттяпать у Японии, но не смог. Там провели еще в каких-то 70-х годах Олимпийские игры, и там высокоскоростная магистраль. А что стало на соседних этих островах, вокруг которых мы воспитываем свой патриотизм? Они пребывают в забвении, там просто чудовищное состояние жизни. И люди оттуда и в шутку, они говорят, скорее бы нас Япония забрала. Это в шутку. А всерьез они уезжают на Дальний Восток и дальше в Москву или в Новосибирск. Наше пространство сужается не потому, что товарищ Сталин нет, а потому, что был товарищ Сталин. Он распространил свое влияние, но не смог заняться инвестициями, преобразованием, улучшением этой самой среды, которую он завоевал. Понимаете, он концентрировал все ресурсы только на военных программах. Его интересовало только... То есть он мерился, возвращаясь к нашему с вами разговору, он своим величием мерился только в сфере оружия. У кого больше мегатон, у кого больше дивизий. А тем временем Запад развивался в том числе и не только по оружию, но и опережал нас в культурном развитии. Битлз сделали для крушения Советского Союза, я думаю, больше, чем голос врага какой-нибудь, голос Америки. Но возвращаясь к изначальной нашей позиции и заканчивая разговор уже, будем надеяться по поводу Сталина, что некоторые для истории будет лучше, если что-то мертвое так и останется мертвым. Вы знаете, когда мы говорим про политику, мертвое обладает свойством возрождаться, если это кому-то нужно. Так что можно из дел национального героя, из фараона Татанхамона за милую душу. Он монголы построили памятник Чингисхану. Для них это яркий политический лидер, который построил огромную империю. Да, и когда мертвое, нечто мертвое возвращается, здесь мы видим два варианта. Есть риск. Либо мы встречаемся с какими-то светлыми, хоть и призрачными, но идеалами, или это зомби. Зомби-апокалипсис. Да, возвращение мертвых в виде зомби, это, конечно, самый худший вариант, который можно вообразить. Дмитрий, огромное спасибо. Спасибо вам. Просто вас уже... Спасибо. Спасибо.